Меня зовут Настя Ларкина, я дизайнер в Авито. Я сегодня расскажу об удивительных приключениях дизайнеров крупной компании и где среди этих приключений можно найти для себя точки роста. Это тем более любопытно, что до того, как проработать в Авито целый год, до этого я провела еще 10 лет в другой крупной компании, и не менее продуктивных, как мне кажется, и тем не менее, и тем более вдохновляюще и мотивирующе то, что за мой последний год в Авито мне удалось поделать такое невероятное количество новых вещей, что мне показалось достойным того, чтобы поделиться ими с большой аудиторией. С вами. У меня будет небольшой рассказ примерно на полчаса, и вот о чем пойдет речь. Я расскажу, как я бы участвовала в работе над пользовательскими сценариями, о том, как я бы была респондентом для исследований, о том, как мы в Авито работаем с командой инженеров, о том, как мы проводим качественные исследования после запуска продуктов и что они могут принести, о том, как мы работаем с текстами команды редакторов, и о том, как важно остановиться иногда бывает и взглянуть назад, немножечко со стороны на проделанную работу и сделать какие-то выводы, которые могут даже показаться немного неожиданными. Рассказать я буду не просто так, а на примере проекта, кейса, и для начала немножко контекста, чтобы вас погрузить. Авито известен на просторах нашей великой родины как место, где можно продать вещи бывшего потребления и купить какие-то другие, может быть, более ценные вещи бывшего потребления или даже какие-нибудь сокровища. Например, я прихожу на Авито, чтобы продать свои старые ролики и покупаю там, может быть, даже на вырученные деньги, подержанное автокресло. Это, друзья мои, история моей жизни. Люди приходят на Авито, и если они один раз заключили удачную сделку, то вероятность того, что они снова вернутся с той же надобностью, что-то купить или продать, просто огромная бешеная ретеншн. Однако рынок peer-to-peer сделок от человека к человеку ограничен, и Авито как бизнес ищет для себя возможности роста, ищет какие-то другие рынки, где он мог бы помочь людям решать их проблемы. Так, например, постепенно появляется Авито-недвижимость, где можно заключать сделки про недвижимость, аренда, куплю-продажу и все такое прочее, или рынок транспорта, автомобилей и того, что едет на колесах. Мы внутри Авито называем эти департаменты вертикалами. Вертикаль недвижимости, вертикаль авто. Я работаю как дизайнер в вертикали работа. Еще одна вертикаль Авито. Что это такое? Это сервис, который помогает людям найти работу. Наша аудитория — это люди рабочих специальностей. Курьеры, грузчики, кассиры, администраторы, а также вчерашние студенты, люди без опыта, те, кто только находится в начале своего профессионального пути. По-другому этот рынок еще называют рынок синих воротничков. И это 80% рынка труда не только в нашей стране, но во всем мире. Это огромное количество народа. Итак, одним глазом мы смотрим на наших соискателей, людей, которые работу ищут. А вторым глазом мы смотрим на работодателей, тех, кому могут понадобиться люди в рабочих специальностях. Это могут быть крупные работодатели, например, торговые сети, телекомы, банки, заводы, газеты, пароходы. Могут быть и мелкие работодатели, например, студия красоты в вашем подъезде или палатка с шаурмой по дороге в метро. Всем им так или иначе нужны работники. И мы соединяем тех и других вместе. С точки зрения как продуктовой работы, так и дизайнерской работы, в Авито есть одна очень серьезная сложность. Она касается не только нашей вертикали. Работа касается всех вертикалей. И заключается она в том, чтобы взять наработанный опыт, который пользователи получили, постоянно покупая и продавая свои вещи на Авито, взять его и бережно на его базе выстроить фигурно выпиленный какой-то опыт по решению узкоспециализированных задач. То есть решить узенькие задачи и не разломать того, что уже было. Это и с точки зрения продукта челленджа, и с точки зрения дизайна в том числе. Я расскажу историю, которая наглядно показывает, почему это важно. Эта история немножко грустная, но она по-настоящему правдивая. Так действительно было. Мы смотрели, когда присоединилась к команде работы, эта команда едва сформировалась, и мы смотрели… Однако продукт уже был, он разрабатывался как сторонний продукт и до нас, и поэтому там была какая-то наработанная пользовательская база, какая-то аналитика, на основе которой мы могли уже делать какие-то выводы. И вот мы смотрели аналитику по одному использователю, по одному айдишнику, что он делал на протяжении времени. И вот мы видели, что где-то в 2017 году он активно задавал и перезадавал поисковые запросы с намерением явно снять какую-то площадь под бизнес. Вот он их задавал, он откликался на объявления, которые сдавали в аренду, маленькие какие-то кусочки, уголочки, площади. Потом он перестал это делать. И мы такие, наверное, чувак снял себе площадь под бизнес. Потом он начал размещать объявления про найм сотрудников. Менеджер оперативной полиграфии. Мы такие, ну, наверное, точку, где быстро там визитки и открытки печатать, открыл. Сначала одного менеджера искал, потом второго. Дело, видать, пошло в гору. И там он ищет, нанимает, ему нужны рабочие руки. Все, дело пошло. А потом, как мы видим по нашим логам, это, понятное дело, все домыслы, но все равно это статистика, аналитика, на которой мы можем что-то, какие-то выводы и предположения делать. Потом, видать, что-то пошло не так, потому что мы видим, что товарищ перебрался в другую категорию, продажу вещей, в данном случае не личных вещей, а оборудования для бизнеса. Он свой печатный станок, печатную свою копировальную машину выставил на продажу. Мы такие, что-то с этой точкой случилось. Может быть, он с кредитами расплатился, может быть, людей стал. Ну, в общем, мы не знаем, почему он выставил этот станок на продажу. А потом еще через некоторое время появилось объявление резюме, ищу работу. Работник типографии, постпечатная обработка. И вот эти сухие данные, они рассказывают целую драматическую историю жизни, а также они показывают нам, как пользователь переходит из одной вертикали в другую, как он приходит на Авито по привычке, чтобы решить свои самые разные задачи. Он что-то делал с недвижимостью, он что-то делал с поиском сотрудников, он что-то делал при продаже вещей peer-to-peer, и потом он сам уже искал работу. И такие истории сплошь и рядом. Вот эта моя, она такая драматическая, но я уверена, что есть и счастливые, и что их гораздо больше. А мы, как специалисты Авито, как сотрудники Авито, должны бережно к этому опыту относиться на его основе, выстраивать что-то новое для людей полезное. Окей, когда я присоединилась к команде Авитоработы год назад, команда, как я уже сказала, только формировалась, и мы занимались глубоким исследованием рынка. Тогда мы провели 40 глубинных интервью с соискателями, на основе которых построили CJM. Customer Journey Map. Это пользовательский сценарий, как человек решает свою задачу от момента, когда у него возникают потребности, до момента, когда он, собственно, задачу уже решит. Так вот он идет по шагам. Я нарочно сделала такой крохотный скриншот, чтобы вы не пытались там ничего прочесть, а просто увидели, что это большое такое действие, которое целиком охватывает весь опыт соискателя на Авитоработу. Мы посмотрели на этот CJM и увидели в нем какие-то волевые точки. Именно в эти места стоило направить свое внимание разработческое для того, чтобы их полечить, либо увидеть там возможность для развития, возможность людям помочь. Вот одна из таких продуктовых проблем, вот одна из таких продуктовых проблем, которая была совершенно четко видна. Нам стоило каким-то образом донести до работодателей информацию о соискателе. В тот момент, когда происходит отклик на вакансию, когда человек уже вознамерился, ему понравилось какое-то описание вакансии, он вознамерился откликнуться для того, чтобы пообщаться с работодателем или сходить на собеседование, а там глядишь и, может быть, выйти на работу. Вот в этот момент одного отклика, одного желания, одного намерения недостаточно. Нужно обязательно передать работодателю каким-то образом информацию о соискателе. Как это делается? Ну, как и я по-обывательски думала, как это обычно делается. На самом деле нет. Я думала, ну что там, написал резюме, отправил HR, вот тебе и весь разговор. Однако наша аудитория, соискатели на позиции рабочих специальностей, резюме создавать не хотят, не могут и не считают нужным. Вот что говорили нам люди на глубинных интервью. Это прямые цитаты из них. Ни те, у кого не было опыта, не понимали, зачем и как им составлять резюме, ни те, у кого были годы опыта за плечами, тоже не понимали, что как бы и зачем. Прежде чем я двинусь дальше, мне хотелось бы остановиться и сказать, что для меня в Авито буквально в первой неделе моей работы это была настоящая точка роста, поучаствовать в составлении CGM. Почему я раньше этого делала? Я ума не приложу. То, что я буду делать это всегда, это совершенно точно, потому что это было такое стремительное и такое глубокое погружение в продукт, что я уже не знаю, с чем это можно было бы сравнить. Итак, двигаюсь дальше про наш кейс. Проблема продукта превращается в… мы переформулируем ее как проблему нашего пользователя. Люди не понимали, что о себе рассказывать, не понимали, зачем им резюме, а многие из наших соискателей вообще не понимали слова резюме. И это тоже важно, это тоже потом впоследствии еще сыграет свою роль. Окей, проблема есть. Есть какой-то качественный сигнал о проблеме. Теперь нам важно подтвердить его количество. Это настоящая проблема или она выдуманная? Для того, чтобы понять, что она действительно настоящая, нам надо посмотреть в чиселке. Дело в том, что к тому моменту возможность создавать резюме на Авито была. Точно так же, как ты размещаешь объявления о продаже роликовых коньков, точно так же ты можешь разместить объявления, которые будут представлять из себя резюме. Однако всего лишь 15% наших активных пользователей, вот именно нашей вертикали, такое резюме создавали. Это очень незначительная часть, и это явное подтверждение того, что такая проблема есть. Люди не могут и не хотят. Окей, перед нами, как авторами продукта, стояла задача дать людям возможность как-то эту информацию передать, и при этом не выкручивать им руки, не заставлять их составлять резюме. Какое-то время мы потратили на поиск решений, и в конечном итоге остановились на том, чтобы опрашивать их с помощью чат-бота. В мессенджере. Мессенджеры – это очень привычная среда, это часть нашей жизни, может быть, иногда даже больше, чем хотелось бы. Это очень привычный способ общения текстовыми сообщениями, так или иначе, и мы решили использовать для себя такую возможность. Опрашивать людей чат-ботом и на основе их ответов создавать резюме, публиковать его и дальше каким-то образом передавать эту информацию работодателям, в которых были заинтересованы соискательные. Чудесным образом, к тому моменту, как мы приняли это решение, в Авито уже существовал встроенный мессенджер для того, чтобы продавцы и покупатели роликовых коньков могли пообщаться между собой. И было бы глупо, конечно же, его не использовать. Однако, когда дело дошло до дела, оказалось, что мы со всех сторон ограничены техническими и идеологическими ограничениями. В частности, мессенджер представляет из себя не только с технологической точки зрения, мессенджер представляет из себя платформу, которую могут использовать со сторонней команды. Мы, Авито, работав в этом случае, выступали как сторонняя команда. Однако эту платформу мы могли использовать не целиком, а только некоторые ее возможности. Увы, не все. Кроме того, у меня были довольно серьезные ограничения по дизайну. Во-первых, дизайн-система. Надо признать, дизайн-система прекрасная. Ребята, спасибо моей коллеге из Авито. Делают огромную и прекрасную работу по дизайн-системе. Однако это в любом случае ограничение. Кроме того, историческое наследие и та самая консистентность, то самое уважение к пользовательскому опыту. Еще одно ограничение – это формат решения. Собственно, чат-бот, беседа. Да еще и внутри этого формата я была ограничена набором контролов. Надо признать, что в этот момент моя мотивация как дизайнера, как специалиста, она так немножко была поколеблена. Однако же задача сама себя не сделает. И для того, чтобы это решение увидело свет, нужно было его каким-то образом переложить в голову наших инженеров. Нужно было для меня, как для дизайнера, передать им какие-то картинки, макеты. Макеты для чат-бота – это беседа. Я уселась перед белым листом из белых пикселей, чтобы нарисовать беседу. Что именно спрашивать? Для того, чтобы эту беседу, собственно, придумать, надо понимать, о чем разговаривать. И я решила выяснить это в бою и попробовала сама устроиться на работу кассиром. Устроиться на работу – это громко связано. Я попыталась записаться на собеседование, чтобы потом устроиться на работу кассиром. Что я сделала для этого? Для этого я сама на Авито откликнулась на 20 вакансий. Вот некоторые работодатели, на вакансии которых я откликнулась. Я поместила здесь только большие логотипы, потому что вы, скорее всего, их узнаете. Но я откликалась и к маленьким работодателям тоже. После отклика рекрутеры мне звонили, либо же они говорили, перезвоните, по такому-то номеру я перезванивала, а у нас состоялась беседа. Все эти 20 бесед были унылейшим образом, похожи друг на друга. Они все хотели знать одно и то же, вот прям как под копирку. Они хотели знать, как меня зовут, задавали неделикатный вопрос про мой возраст, также выясняли мое гражданство, и где я живу с целью узнать, где я хотела бы работать, рядом с каким местом, территориально, географически, мне стоит предлагать работу. Почему это важно? Потому что на рынке синих воротничков люди, как правило, огромное внимание уделяют тому, где расположена их работа, и готовы поступиться даже какой-то более высокой зарплаты ради того, чтобы не ездить далеко. Поэтому это супер важно. Итого, вопросы были совершенно одинаковые. И к тому моменту, как мне нужно было нарисовать макеты, я уже совершенно точно знала, что, в какой последовательности мне стоит спрашивать. И для меня это была прекрасная иллюстрация того, что в этот раз я не стала придумывать и фантазировать, что можно было бы спросить, а выяснила это наверняка и сделала на своем собственном примере. На основе этой беседы мы собрали нехитрый прототип, который тут же по UXL на сотрудниках нашей столовой в бизнес-центре. Очень удобно. По результатам прототипа там были какие-то несущественные изменения. Окей, мы внесли их, и мы готовы были передать эти макеты инженерам. Вот так примерно это все выглядело. То есть я описала задачу и показывала картинки инженерам вот примерно в такой последовательности. У нас есть… Процессы в Авито предполагают регулярные встречи продуктовой команды для того, чтобы обсудить техническую реализацию, чтобы подготовиться к разработке. И вот на одной из таких встреч я принесла, собственно, эти картинки. И началось. Это нужно было узнать, что можно это сделать, и сколько это будет стоить для того, чтобы нам работу запланировать. И вот тут начинаются вопросы. А почему так? А почему ты решила, что именно эти вопросы? А почему в такой последовательности? А это долго-дорого, и не факт, что будет хорошо. А давай, может быть, не будем. А какие еще есть варианты? А ты точно знаешь, что им это надо. И вот так, в общем, одно за днём и одно за днём. И тут происходит ситуация, которую совершенно невозможно смоделировать. Пока я, значит, рассказывала инженерам и пыталась отбиться от их вопросов, мне позвонил очередной рекрутер, который немножечко затупился тем моим откликом, и позвонил на пару дней позже. И как раз попал время этой встречи. Я поставила телефон на громкую связь, положила его на стол, и все наши инженеры услышали, как я, человек, который пытается устроиться на работу кассиром, разговариваю, значит, с рекрутером, со своим потенциальным работодателем. 15 человек, представители лучших умов современности с высшим образованием, они сидели вот так, затаив дыхание и слушая, как я, значит, разговариваю, рассказываю, сколько мне лет и какое у меня гражданство, и рекрутер меня записывает на собеседование на следующую среду на 3.15. После того, как я положила трубку, ни у кого больше не было никаких вопросов, ни зачем это нужно, ни в какой последовательности, ни какой набор, ничего. Люди увидели, зачем они будут писать этот код. Они увидели настоящую проблему, которую будет решать продукт, который я сейчас пытаюсь попросить их сделать. И я подумала, что это прекрасная иллюстрация того, как важно показывать всем участникам команды, для чего именно нужна будет их работа, результат их труда. От этого сплошные плюсы. Друзья, мы подобрались примерно к середине нашего рассказа. Я уже рассказала про сценарий исследования на себе и работы с инженерами. Это примерно середка. Впереди еще три важные остановки. О том, что произошло после нашего первого запуска. О том, как мы проводили качественные исследования по результату этого первого запуска. О том, как мы работали с редактором. И о том, что я, как дизайнер, поняла для себя по результату этого всего. Окей, картинки нарисованы, код написан, можно запускать. Некоторые проекты в Авито запускаются в виде так называемых канареечных релизов. Или еще так по-другому говорят. Запускаем канарейку. Это такой маленький релиз на ограниченное число пользователей. В нашем случае первый раз мы запустили на тысячу человек. Для того, чтобы, во-первых, отловить технические баги, а во-вторых, для того, чтобы собрать качественный фидбэк. К сожалению, данные, чиселки, которые мы получаем, они не могут в полной мере считаться статистически значимыми. Но даже на их основе можно сделать какие-то выводы о наших первых больших ошибках, чтобы их сразу поправить еще до запуска АВТ-теста. Итак, таких канареек мы запускали три штуки. После каждой из них мы делали какие-то улучшения до тех пор, пока мы не добились результатов, которые нас устраивали, которые совпадали с нашими прогнозами, фантазиями, мечтами там в самом начале, когда мы только этот проект задумывали. Да что мы смотрели? Мы смотрели на воронку, как люди проходят. Мы обращались нашим чат-ботам к людям, которые высказывали явное намерение найти работу. Обращались к ним с помощью пуш-уведомления. Смотрели, как люди открывают эти пуши, и как они дальше соглашаются поговорить с чат-ботом, и как они проходят по беседе, вот эта вороночка, которая конвертится потом в согласие на создание резюме. Мы не спрашиваем, согласен, что мы из твоих ответов резюме сделаем. Он такой, угу, или угу. И вот это, значит, наша была финальная конверсия, наше целевое действие. И во всех случаях, когда мы запускали эти конорейки, проблема была все время наверху воронки. В самом начале. Очень недостаточное количество народу соглашалось поговорить с нашим чат-ботом. Вот самый первый раз, когда мы запустили, всего четверть людей соглашались поговорить. Для нас это было недопустимо, и мы не могли такой продукт выпускать даже в АБ. Что мы делали после этого? Мы делали выгрузку людей, которые отказались поговорить, айдишников, по этим айдишникам мы смотрели телефонные номера, потому что когда ты регистрируешься на Авито, ты регистрируешься по телефонным номерам. И мы звонили этим людям и расспрашивали у них, почему они не захотели поговорить с нашим чат-ботом. Вот что они отвечали. Кто-то уже нашел работу, кто-то не понимал, зачем ему разговаривать с чат-ботом, кто-то в принципе не понимал, что от него требуется, что от него хотят, а кто-то просто нажимал не туда. И здесь я хочу сделать остановку и сказать, что это был первый опыт для меня, когда я по результатам какого-то запуска общалась не с респондентами в UX-лаборатории, а с настоящими людьми, которые уже руками попробовали продукт, к которому я приложилась. И это, конечно, даже еще более отрезвляющая процедура, чем UX-исследование. Таких обзвонов мы провели три штуки. И поначалу это было боязно, а потом я уже обзванивала сама и узнала много нового. Итак, по результатам этих обзвонов мы нарожали какое-то количество гипотез, взвесили их и перевзвесили, и выбрали три для того, чтобы эту проблему решить. Три гипотезы. Во-первых, мы решили перестать быть вежливыми. Мы решили объяснять ценность нашего маленького продукта, ценность общения с чат-ботом в пуш-уведомления и в нотификации. А также мы догоняли тех, кто на том или ином этапе переставал вдруг общаться с ботом по той или иной причине. И вот здесь я предлагаю вам сделать предположение, а что сработало. Напишите, пожалуйста, в чатик в YouTube. Я нарочно пронумеровала эти варианты. Один, два, три. Напишите чиселку. Мы с Сашей сейчас посмотрим, и сможем сказать, угадали вы или нет. Дальше я обещаю. Я расскажу про все варианты. Пока вы пишете, и мы ждем результаты из чатика, Саш, скажи, как ты думаешь, что сработало? Мне нравится вариант перестали быть вежливыми. Почему тебе нравится? Может, ты хочешь сам перестать быть слишком вежливым? Может быть, интерфейсы иногда слишком вежливые, по моему мнению. Поэтому я бы попробовал именно это. В общем, мы попробовали. Там есть из чатика ответы какие-нибудь? Есть. Вот таким общим взглядом, мне кажется, что больше всего единиц, хотя вот пошли и двоечки, кто-то схитрил, один, два, три написал. Я сказал бы, что доминируют единицы и двойки. Серьезно? В общем, короче, друзья, нет. Самое действенное решение было догонять всех отвалившихся. Однако каждая из этих гипотез принесла нам небольшой результат. И я сейчас шаг за шагом расскажу про каждую из них. Все эти штуки, все эти гипотезы касались работы с текстом. Потому что чат-бот — это текст, это какие-то слова, набор слов. И это был тот момент, когда мы начали работать с текстом по-настоящему осознанно, основываясь на каких-то полученных от наших пользователей сигналах. То есть я не просто выступала в качестве заказчика, редактору, сочини, пожалуйста. А у меня была совершенно четкая проблема, четкие боли. И работа с редактором в этом случае оказалась гораздо более эффективной, чем без сигнала. Итак, как мы перестали быть вежливыми? Популярно, я так поняла, вариант ответа. В самом начале мы, когда чат-ботом обращались к людям, мы спрашивали, уделите мне пару минут. Пожалуйста, поговорите со мной. У вас есть для меня пара минут? Да, нет. Вот не надо было этого делать вообще. Надо сразу с места в карьер. Здрасте, кем хотите работать? Можно даже без здрасте. Но здесь вот у нас как-то мы не смогли пойти на эту сделку совести. Здрасте мы все-таки оставили. И сразу же, кем хотите работать? И вот это дало нам какой-то небольшой прирост, прирост наверху воронки, что люди не тратили свое время, чтобы читать наши вежливые вступления. Второе, что мы сделали. Мы добавили ценность в пушами давления. Глядите, как слева. Поможем составить резюме. Вот то самое слово резюме, которое многие люди вообще не понимают. Слово иностранное, непонятное, не склоняется. И что? Что это за ценность такая? Поможем составить резюме. Никому резюме не надо. Всех интересует найти работу, получить деньги и кормить семью. Поэтому мы стали писать «Поможем в поиске работы». И это тоже дало небольшой прирост наверху воронки. Ну, всех уделало вот это вот решение, когда мы догоняли людей, которые отказались с нами поговорить. И самое главное было догонять их даже не в середине и ближе к концу воронки, а на самой верхушке, когда они первый раз пуш открыли и сразу же закрыли, присылать им еще разочек этот же самый пуш, на самом деле немножко с другим текстом, еще разочек через два часа, фактически с тем же самым намерением. Здесь мы написали… Пардон. Здесь мы написали «Пусть работа найдется сама». Хлоп-хлоп-хлоп. И вот это сработало. Посмотрите, как мы увидели это на цифрах. Когда мы перестали быть вежливыми и рассказывали про ценность, мы приросли всего на 3-3,5%. А когда мы стали всех догонять пушами, то это был довольно заметный прирост цифрах, и он уже совпадал с нашими прогнозами, и мы готовы были запустить АБ. Собственно, потом после АБ были еще какие-то технические изменения, баги, доделки, допилки. И дальнейшая работа, когда мы научили нашего ассистента на основе созданных резюме рекомендовать вакансии. И, собственно, эта работа продолжается до сих пор. И множество идей, и планов, и громадье. И я, в общем, с воодушевлением смотрю на то, что будет дальше. Это время, чтобы сделать еще одну, на этот раз последнюю остановку и оглянуться назад. Вот этот год работы в Авито я делала множество дел, которые, казалось бы, дизайнер не должен или не обязательно должен делать. И это стало для меня серьезными возможностями для развития. Я узнала кучу всего нового, и я поняла, что я могу оказывать влияние на продукты в гораздо больших местах, чем прежде, и что результат моих действий – это намного больше, чем просто красиво покрашенные пиксели. Давайте посмотрим на все это вместе сразу. Я рассказала о том, как важно дизайнеру участвовать в составлении пользовательского сценария, о том, как круто бывает провести исследование на себе в качестве респондента, о том, как важно и полезно доносить ценность того, что мы делаем до команды инженеров, до тех людей, которые, собственно, делают это руками, пишут нули и единицы, о том, каким отрезвляющим может быть опыт разговора с теми людьми, которые по-настоящему использовали продукт в боевых условиях, о том, что работа среда, которому может принести гораздо большие плоды, чем казалось в самом начале, и о том, что хорошо бывает остановиться и посмотреть на результаты своего труда и сделать какие-то выводы. Для меня это был вывод, что круто быть дизайнером, который не только рисует красивые картинки. Друзья, если вы все это уже умеете, а также если вы все это еще и пока не научились делать, приходите к нам. Возможно, Авито — это как раз то место, где у вас все получится. У меня есть голубая ссылка на свежие вакансии. Нажимайте, запоминайте и приходите к нам. Я буду рада ответить на все вопросы сейчас или когда-нибудь попозже во всех социальных медиа по всему интернету меня можно найти под моим настоящим именем. Спасибо большое. Может быть, есть вопросы уже прямо сейчас? Спасибо, Настя. Действительно, есть несколько вопросов. Никита Кондратьев интересуется, кто пишет тексты для бота? Дизайнер? Самые финальные тексты пишет редактор. Я придумываю порядок, последовательность, и иногда я придумываю ценность. Что сказать? Ира Варшоломеева спрашивает. Настя, не очень понятно, какие ограничения были с мессенджером. Он принадлежит не только Авито. А, он принадлежит Авито. Но когда ты в большой компании, то это государство внутри государств. И там такое огромное историческое наследие у кода, что часто куски одного большого продукта могут быть написаны на разных технологиях и на разных технологических стеках. Так что получается, одна команда обращается к коду другой команды по API. То есть как будто бы мы сторонние разработчики. Это потому что просто нас много. Алекс М. Когда ты рассказывала про обзвон клиентов, насколько я понимаю, интересуется, вы пользовались личными данными для своих нужд? Без спроса? С спросом, конечно. За спросом. Спасибо.